Приветствую, друзья. Только что мы выпустили интересный материал. Сбежавший за границу офицер ФСО рассказывает в интервью, как устроена работа спецслужбы, каков Путин в реальной жизни и на каком бронепоезде перемещается по стране. С новичком, конечно, еще не бягают, но к родственникам уже пришли. Интервью, конечно, вышло на Ютьюбе. Миллионы просмотров, десятки тысяч лайков и комментариев. Естественно, этому ролику не рады и Путин, и ФСО, и куча других персонажей, о которых идет речь. Это далеко не первый неприятный для властей ролик на Ютьюбе. Из Ютьюба мы узнаем про дворец Путина, про личную больницу президента, про путинскую любовницу, их небрачного ребенка, их обеспеченную жизнь, про темные дела Мишустина, домик с уточкой Медведева, доходы Кабаевой. У вас никогда не возникал вопрос, а почему власти до сих пор не запретили Ютьюб в России? Тем более, что директор Лиги безопасного интернета, член общественной палаты Екатерина Мизульна просто требует решительных мер. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призывает российских пользователей побыстрее сохранять контент и переносить его на российские платформы, потому что Ютьюб подписал себе приговор. А зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев пообещал отомстить за удаление Ютьюб-канала известного провластного блогера Дмитрия Пучкова-Гоблина. Впрочем, самой жестокой местью со стороны Дмитрия Анатольевича было бы самому завести канал на Ютьюбе. Тот не перенес бы такого зрелища и закрылся бы вообще без всякого вмешательства российских властей. В общем, идеи о запрете Ютьюба очевидно витают в головах людей во власти. Но вы все же смотрите меня здесь. Почему? Ну, во-первых, что такое Ютьюб для россиян? Конечно же, это много качественных, независимых политических каналов, включая мой. Но в реальности это лишь очень небольшой сегмент русского Ютьюба. По статистике, россияне в первую очередь ищут развлечения. Затем музыку, затем видеоигры, затем детский контент, затем сериалы. И лишь после сериала в политику. Причем до начала войны общественно-политический контент уступал еще и фильмам, и шоу. И это значит, что если закрыть россиянам доступ к Ютьюбу, то, конечно, оппозиции будет сложнее доносить свою точку зрения до массовой аудитории. Но количество недовольных властью сразу возрастет на несколько десятков миллионов человек. Причем людей, которые до сих пор абсолютно политичны. Которые просто привыкли проводить на Ютьюбе по нескольку часов в день в поисках развлечений. В двадцатке самых популярных российских каналов лишь канал Юрия Дудя можно с некоторым допущением назвать общественно-политическим. Молодежь до 25 лет вообще не знает, что такое телевизор с сеткой вещания, потребляет видеоконтент только в интернете. Десятки миллионов мам не будут знать, чем занять своих детей без опции поставить мультики на Ютьюбе. То есть отключать Ютьюб в стране без какой-либо внятной альтернативы – рискованное решение. А создать альтернативу оказалось непростой задачей. Это следующая причина, по которой Ютьюб пока не отключен. Замена просто не получается. Изначально российской альтернативой Ютьюбу виделся Рутюб, купленный Газпром-медиа. Но при этом добиться почти полного внешнего сходства менеджерам Газпрома практически удалось. Однако работать так же, как оригинал, у Рутюба не получалось. Пользователи жаловались на медленную загрузку, постоянное зависание и нехватку контента. Насколько можно судить, сейчас в качестве замены Ютьюба власти рассматривают не Рутюб, а ВКонтакте. В октябре 2021 года был запущен сервис ВК-видео. А в апреле 2022 года, как раз после начала войны и пика общественно-политических запросов в Ютьюбе, ВК запустил сервис по переносу каналов из Ютьюба в ВКонтакте. В марте 2023 года стало известно, что ВК договаривается с крупными операторами об установке кэширующих серверов на их сетях, чтобы ускорить загрузку видеоконтента у пользователей. Своя сеть серверов позволит ВК подготовиться к скачку трафика в случае отключения Ютьюба. Кроме того, ВК сейчас активно переманивает блогеров с Ютьюб. Например, ВК-видео организовали перезапуск юмористической программы «Что было дальше?», которая считается самым популярным шоу в русскоязычном интернете. Сможет ли ВК заменить Ютьюб? Полностью, конечно, нет. У Ютьюба есть как минимум три преимущества, воспроизвести которые будут очень нелегко, если вообще возможно. Во-первых, это алгоритмы рекомендации. Это уникальный и отработанный годами оптом механизм, который позволяет любому пользователю найти свой контент для просмотра, а любому производителю контента – свою аудиторию. Этот алгоритм основан на искусственном интеллекте и годами шлифовался на взаимодействии с миллиардами пользователей и сотнями миллионов единиц контента. Повторить его в точности не удастся. Думаю, даже сами создатели алгоритма уже не совсем понимают, как именно работают. Создать, тем не менее, подобный алгоритм, наверное, можно. Это будет стоить безумных денег, которые ВКонтакте, конечно, легко найдет в государственном бюджете. Но для тренировки алгоритма также нужно несколько лет и миллиарды пользователей. А вот этого у ВКонтакте нет. А еще ВКонтакте нет достаточного количества контента. Ведь пользователь идет на видеосервис как раз за этим. На Ютьюб ролики заливались годами. Их продолжают заливать сотни миллионов людей на всех языках. В ВКонтакте все значительно беднее. Может ли агрессивная маркетинговая политика перетащить производителей из Ютьюба в ВКонтакте? Ну кого-то, конечно. Но далеко не всех. А еще во ВКонтакте не будет заработка для производителей контента. Ведь успешный блогер на Ютьюбе может зарабатывать очень неплохие деньги. Даже на русском языке. Даже в ситуации, когда российские просмотры больше не монетизируются. Сможет ли ВКонтакте создать такую же мощную и доступную систему заработка для производителей контента? Конечно нет. То есть отдельные блогеры и продакшн будут продолжать получать свои серебрянки от администрации президента. Но большинство-то проиграет. Маленькая аудитория, мало рекламодателей. Поэтому производители будут проигрывать по деньгам и не будут размещать свой контент. А раз так, то и аудитория не будет считать ВКонтакте заменой Ютьюбу. Можно, конечно, по предложению Дмитрия Анатольевича просто воровать контент у авторов. Но речь же идет о десятках тысяч роликов каждый день. Кто будет их просматривать? Хотя, может, это и есть обещанные Медведевым новые рабочие места. Но в любом случае подготовка к возможной блокировке Ютьюба явно идет. Могут ли власти пойти на такой шаг? Полтора года назад я бы сказал, что нет. Пока не будет готова замена, не отключат. Слишком много проблем, потерь, неудобств, недовольных. Но сегодня я скажу, что вопрос скорее не в том, пойдут или нет. Вопрос в том, когда. И появившаяся информация, что Роскомнадзор уже давно консультируется с киберадминистрацией Китая, наталкивает на мысль, что этот момент уже не за горами. Что делать тем, кто не хотел бы терять доступ к контенту, и особенно общественно-политическому контенту на Ютьюбе? Ну, во-первых, ставить VPN. Я понимаю, что это дополнительные усилия, хороший VPN еще и платный. Но в 2023 году в России не иметь VPN, это просто неразумно. Во-вторых, прямо сейчас, вот прямо на этом моменте, пройдите по ссылке и подпишитесь на мой Телеграм. Сделайте это сейчас. На примере с внедрением электронных повесток власть показала, что предупреждать не будет, просто сделает и все. А тем, кто не успел, тот опоздал. И чтобы нам остаться на связи, подпишитесь на мой Телеграм. Не откладывайте. А вот как закончите смотреть этот ролик, откройте свои подписки на Ютьюбе и пройдитесь по ним, и также подпишитесь на другие соцсети этих каналов. Это не просто вопрос сохранения доступа к интересному контенту. Это вопрос безопасности, начала войны, мобилизация, репрессия, иммиграция, прочие вопросы, которые имеют прямое отношение к вам и к вашей личной безопасности. Где вы смогли получить объяснение происходящего? В основном на Ютьюбе. Да и в конце концов, если власть все-таки заблокирует Ютьюб, и все пойдет не по плану, то где вы узнаете о массовом недовольствии граждан? Ну, то-то же. Вставьте VPN и подписывайтесь на Телеграм. Счастливо вам! Времена нынче тяжелые, давайте держаться вместе!